Лицейный мост. В конце ноября 2019 года на новой площадке зашумела строительная техника. Началась подготовка заездных путей. Чрезвычайно важный объект областного центра находился в удручающем состоянии. Скорость движения и грузоподъемность проезжающих по нему автомобилей были ограничены. Задача всех мостостроителей увеличить пропускную способность, а также создать возможность без труда добраться до периферийных порталов бежицы, минуя центр района, или выехать на Дядьковскую трассу, а также в направлении федеральной магистрали Брянск-Смоленск. Эту проблему мы ощущали на протяжении многих лет, но подобраться к этому было очень тяжело, финансирование было ограничено. Здесь мы почувствовали, насколько транспортная ситуация нужна для экономики, а там ведь все промышленные объекты. В этой связи было очень сложно решать какие-то вопросы. Это силикатный завод, это и завод крупных панелей, и старый завод, и автозавод. Вот эти все в этом месте находясь, имели очень большой проблему с транспортом. Все строительство на этом объекте было разбито на два этапа. Новая, возведенная часть моста будет находиться максимально близко со старым, который также будет заново отстроен, уже в рамках второго этапа. В феврале 2020 года свайное поле было полностью готово. Запетонированы стойки центральных опор. Рабочие вручную плели каркас для будущих ростверков. Ловко управляли арматурными прутьями. Изготовление их на месте позволило ускорить процесс. На объекте в ежедневном режиме работали строители и десятки самой разной техники. От своенабивных установок и экскаваторов до миксеров и насосов. Мост рос на глазах. Весь весенний период на стратегически важном объекте без остановки возводились ростверки, ригели и опоры будущего моста. Каждый этап стройки был не только под пристальным вниманием жителей, областных телеканалов, но и местных властей. И дальше так работаете? С финансированием проблем нету. Спасибо. Не, ну мы не подведем. Наша инициатива самих. Нам интересно самим, чтобы стать раньше, потому что это экономика, это иначе. Ну и хотелось бы, чтобы что попросить? Чтобы, может быть, где-то в августе уже можно было торговать литейными второй очередь. Этот строительный сезон преподнес немало подарков. В связи с пандемией, кроме спецодежды и каски, появился еще один немаловажный аксессуар – медицинская маска. А в июне в установленный график вмешался резкий паводок. Рабочие на участке дополнительно возвели дамбу, параллельно переправе. Под водой была вся строительная площадка. Мы не ожидали такого поднятия воды. Работа профилактировалась по отводу воды, но не в такой степени, потому что, получалось, там за ночь она поднималась на полметра и не давала нам работать. То есть там, где мы сейчас стоим, здесь все было в воде? Все было в воде. Вода доходила до полутора метров, где мы стоим. Уже в конце июля с Дмитровского завода на участок были завезены все 99 балок. Средний вес – 35 тонн. Работы активно велись и на переправе. Дорожники трудились в самых жарких условиях. Здесь будет уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. Вообще, это очень большая работа сотен человек. Подготовить, найти землю, разработать документы, решиться финансировать. Подготовить объекты, пройти экспертизу, выставить на торги – это очень большая работа работников администрации всех уровней, заказчиков, многих-многих людей. Это только для того, чтобы начать эти объекты и потом контроль их доведением до сдачи. Побывав на объекте, активные темпы и высокое качество лицейного моста отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин и первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзулин. Надо обязательно, если дороги строите, надо обязательно давать возможность развить территорию вокруг, потому что развитие жилищно-строительства – это тоже такая перспективная задача, которой надо заниматься. Поэтому давайте будем возможность изыскивать. В этом году, если все средства освоите, значит, будет у вас право моральное просить деньги на следующий год. Спасибо. Завершающий штрих – тот момент, который надолго останется на фото и видео архивах. Укладка последней 99-й балки. Мост в ожидании своей дорожной одежды, благоустройства территории вокруг и запуска первых автомобилей. Ключевая дата – 3 сентября. Все работы на этой транспортной артерии ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мария Сильвестрова специально для программы события.